Сура 85. Башни. С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. Я, Аллах, клянусь небом, обладателем башен, больших звезд, и клянусь днём обещанным, днём суда, и клянусь свидетельствующим и свидетельствуемым. В день суда потерпевшие будут свидетельствовать в отношении тех, которые совершили против них преступление. Одними из свидетелей будут убитые из-за их веры в Аллаха, проклятые, сделавшие ров, для огня, который был наполнен дровами. Когда часть подданных одного неверующего правителя уверовала в Аллаха, этот правитель приказал выкопать ров и устроить в нём огонь. Затем он сказал, кто из вас откажется от своей веры, тот будет освобождён, а кто не откажется, тот будет брошен в огонь. Но верующие проявили терпение и их бросили в огонь. Правитель и его сторонники, сидя на краю рва, наблюдали, как горят те люди. Смотрите более подробно в сборнике сахих муслима. Вот они, правитель и его сторонники, сидят на креслах рядом с ними, рядом с Орвом. И они, правитель и его сторонники, тому наказанию, что делают с верующими, являются свидетелями. И мстили они им, верующим, только за то, что они уверовали в Аллаха, могущественного, достохвального. Они подвергли тех верующих столь суровому наказанию только за то, что они во всех ситуациях не усомнились в истинности слов Всевышнего Аллаха. И только из-за веры, а не из-за каких-либо других проступков, были они убиты. Которому принадлежит вся власть, полное владение и управление над небесами и землёй. И Аллах о каждой вещи – свидетель. Аллах знает о том, что они творили с верующими, ведь от Него ничто не скрыто. И этот аят является угрозой для тех, кто мучил и убивал верующих, и хорошей вестью тем, кто был безвинно убит за веру. Поистине те, которые испытывали, сжигая заживо верующих мужчин и верующих женщин, не давая им никакого выбора, кроме неверия или смерти, а потом не раскаялись в своих злодеяниях, не перестали быть неверующими и мучить верующих, то для них будет наказание в гиене, в аду, и им будет ещё дополнительное наказание адским огнём. Поистине те, которые уверовали и совершали праведные деяния, им уготованы райские сады, под дворцами и деревьями, которых текут реки. Это великое преуспеяние. Поистине хватка Господа твоего для тех, которые ослушаются Его сурово. Ведь поистине Он начинает сотворение и повторяет Его. И Он прощающий и любящий. Владыка трона, славный. Аллах совершает то, что пожелает. Он всемогущ. Аллах прощает грехи своим верующим рабам, не показывая эти грехи другим. И Он любит своих покорных Ему сторонников. Аллах высочайший, и Он является Господом великого трона, самого большего из Его творений. Аллах славный, так как Его щедрость не имеет предела. Разве уже дошел до тебя, о пророк, рассказ о войсках, о тех неверующих, которые возводили ложь на пророков, которые были посланы к ним? О фараоне и самудянах, какое постигло их наказание? Но наоборот. Те, которые стали неверующими из числа многобожников Мекки, упорно продолжают возводить ложь на книгу Аллаха и на Его посланника. Как и те, которые были до них, и не берут с этих историй наставление себе. А Аллах объемлет их сзади. Они не смогут убежать от Аллаха, и находясь под Его могуществом, и Он может в любой миг подвергнуть этих арабов такому же наказанию, как и прежних противников истины. Нет, это неправда, что утверждают многобожники, называя то, что ты читаешь стихами или колдовством. Это, книга, неспосылаемая тебе Аллахом, Коран славный, благостный, чистый и почетный. Оригинал которого находится в скрижале хранимой, на небесной скрижале, на которой хранятся и другие книги. И сам Аллах охраняет Коран от доступа шайтанов к нему. Поэтому Коран защищен от искажения.